И всем привет, ребят, с вами Сарванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим любимейшим рейтингам. Очень давно у нас не было ничего с этим связанного, не было никаких событий, по которым можно было бы вообще что-либо записать, если не учитывать каких-то суперкрутых игроков, которых в матчмейкинге становится всё больше и больше, которые играют с приваренными башнями и имеют максимально маленькое, УП, и, ну, показывают себе очень плохо, да, таких ребят мы раньше тоже любили пообозревать, но, 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 с этим я отступил, возможно, 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 после этого видеоролика есть смысл к этому вернуться, если у вас есть к этому интерес, но сегодня, сегодня, сегодня речь пойдёт немножечко о другом. Вы видите на своих экранах молодого человека с ником Зис, 162-я легенда нашей игры, и смотрите ближе к правому углу, ну, где-то к середине, конечно, там, видите места в текущих рейтингах, и видите, что у данного молодого человека за прошлую неделю набито 4 миллиона 535 миллионов. тысяч кристаллов. Это абсолютный рекорд, это новый рекорд набитых кристаллов за неделю, и я каждый раз говорю, что, скорее всего, больше не найдётся таких безумцев, которые будут делать такие бешеные цифры, они снова находятся. Я не знаю, что их мотивирует бить такие цифры, в очередной раз мы в комментариях, скорее всего, увидим комментарии в стиле, типа, ептеть, вот это задрот, вот это задрот нереальный, но, если так подумать, у каждого есть свои цели, и у этого молодого человека была своя определённая цель, и он её сумел сделать. Предыдущий рекорд был 4 миллиона 400 тысяч с копейками, то есть, по сути, не на такие уж большие цифры данный молодой человек их побил, но, 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 нужно понимать, что для того, чтобы даже побить эти 100 тысяч, 100 тысяч от того предыдущего рекорда, ему было необходимо проделать безумно большой и долгий путь. Ну и, что касаемо его набитого опыта, это тоже новый рекорд, в связи с тем, что предыдущий молодой человек набивал свой рекорд в штурме, с механиком, за деф, прожимая аптечки, зарабатывая там кристаллы, этот способ был, можно так сказать, намного проще, эффективность была примерно, наверное, на том же уровне в плане скорости зарабатывания кристаллов, но, а здесь, в связи с тем, что у нас разработчики сделали повышенные фонды на протяжении двух даже недель, да, первая неделя была, ну, не столь удачно на рекорды, но там тоже были какие-то неплохие цифры, да, если не ошибаюсь, там где-то 2,5, может даже 3 миллиона было кристаллов набито у первого игрока, не помню уже там кто был, но были такие цифры, ну, а на второй неделе повышенных фондов у нас уже есть новый рекорд. Будет очень интересно посмотреть, найдется ли еще какой-то безумец, который захочет побить вот этот уже рекорд, все-таки 4,5 миллиона уже выглядит очень и очень солидно, хоть я и каждый раз говорю о том, что, наверное, можно и 5 миллионов набить, но для себя я понимаю, что 4,5 миллиона это очень и очень много, это безумно много, и для сравнения я, ну, за неделю там набиваю, при том, что сейчас даже чуть побольше играю, я там набиваю от 500 до 700 тысяч, да, а здесь 4,5 миллиона, то есть это, по сути, в 9, в 9, ну, ладно, не в 9, поменьше чуть, но в большое количество, в большое количество раз больше, да, то есть, поэтому... Поэтому давайте посмотрим, давайте посмотрим чуть больше на этого молодого человека, все-таки я так думаю, что этот рекорд уже сохранится у нас в игре на довольно длительный период времени, потому что этот молодой человек побил рекорд только спустя 8, 8 месяцев, да, может даже чуть больше. Ну, а здесь как бы, ну, я так чуть-чуть посмотрел одним глазком, ну, кажется, обычный игрок, да, то есть, легенда 162, да, ЗИС, время в игре 2000 часов, за это время набить такую легенду, это сразу я могу сказать, что это игрок исключительно нового матчмейкинга, потому что за такое количество часов набить такую легенду в тех пробитвах в матчмейкинге без такого икса невозможно, просто невозможно, то есть этот игрок, по сути, играет не столь давно по времени, но играет очень активно. 2061 УП это очень и очень хорошее УП, но в связи с тем, что аккаунт прокачивается относительно недавно, соответственно, у него коэффициента быть соотношения опыта к кристаллам большого не может. Он примерно равен единичке, 1,1, наверное, где-то у него есть, ну, и понятное дело, что это не супер какие-то безумные цифры, хотя вот, например, на рекордной своей неделе коэффициент у него довольно-таки солидный, и мы с ребятами на одном из стримов даже смотрели те кэфы, которые сейчас примерно набивают игроки, то есть за вот такую вот неделю у игрока примерный коэффициент 1,6-1,7, что является очень и очень хорошим результатом. С таким результатом можно сразу сказать, что этот игрок старается играть максимально качественно, максимально качественно, да. По вооружениям. В приоритете, ну, я бы не сказал, что есть какие-то определенные пушки, все-таки здесь даже вот по 100 часов набито, да, но вот, например, на 100-часовом вулкане набито 5,5 миллионов опыта, да, то есть на том же там гауссе-фризе, вы видите, на фризе с 80-ю часами набито 2 миллиона 400 тысяч, то есть по сути у игрока довольно обширный выбор вооружений, и хоть и здесь по часам в приоритете у него там условная смока, но я думаю, что на это не стоит так сильно обращать внимание, здесь можно сказать, что игрок отталкивается исключительно от нынешнего баланса в игре, да, и уже от этого баланса он меняет свои вооружения. По дроном, ну, понятное дело, что здесь кризис, по корпусам титан в приоритете по времени, но я тоже могу сказать, что это, наверное, не является столь большой правдой, и тот же условный паладин, который сейчас находится в мете за 100 часов 4 миллиона 400 тысяч на нем набито, но и Крусейдер тоже хорошие цифры имеет, то есть здесь игрок исключительно отталкивается от метовых пушек, от метовых корпусов, и это очень и очень правильно, именно с таким подходом у тебя будет максимальная эффективность. Единственный момент, который меня еще интересует, есть ли у него броненосец. Есть ли у него броненосец, броненосца, я так понимаю, у него нету. Да, броненосца у него нету, то есть, по сути, он еще и без дополнительного такого хорошего бонуса играет. Все-таки, если был бы еще броненосец сверху, то было бы поприятней. Тысячу голдов скинуто, ну и по припасам, я бы не сказал, что здесь много прожато, то есть в сумме 595 тысяч припасов, но, как я сказал, что для такого игрока, который играет относительно недавно, это хорошие цифры, хорошие, хорошие цифры. Ну и я от себя скажу, то есть я не знаком с этим игроком, встречал его пару-тройку раз, может чуть больше, да, единственное, могу сказать точно, что я, видя на предыдущей неделе те цифры, которые он уже набивал, постарался, ну какие-то хоть мотивирующие слова человеку сказать, все-таки я понимал, что он хочет побить этот рекорд, но чтобы это сделать, нужно очень и очень сильно постараться, и я понимал, что последние там два дня это самые тяжелые, когда ты уже приближаешься к рекорду, и, ну, бить-то тяжело, очень тяжело, да, ну вот представьте, столько задротись, ну это же Габелла просто, просто Габелла, я себе представить не могу, насколько это надо думать об этой игре, ну и скорее всего, конечно, после таких недель в эту игру человек уже не хочет так играть вообще, в принципе, да, то есть все те ребята, которые набивали, например, предыдущие рекорды, очень многие просто прекращают играть в эту игру, ну, для кого-то это есть определенная цель, и я не могу ее осуждать, хоть и понимаю, что это, ну, вредно, вредно, определенно вредно, да, но у каждого свои цели, как я уже сказал, и у этого игрока была своя, но, как я уже сказал, да, то есть особо я с ним не знаком, но игрока встречал, как именно игрока, который гоняется за цифрами, старается играть на максимальный фарм, и в этом плане, наверное, он делает все верно, все верно, да, то есть за меньший период времени старается получить максимальную прибыль, ну и, понятное дело, что еще любитель половить голды, да, то есть вы видите, что за такой промежуток времени, при том, что он набивает на большом иксе по опыту, у него еще и поймано 10 тысяч золотых ящиков, что является очень и очень хорошей цифрой. Пишите, друзья, что вы думаете по поводу данного молодого человека, по поводу нового рекорда, как вы вообще считаете, сможет ли кто-то побить этот рекорд, ну и обязательно поддерживайте видос лайком, у меня на данный период времени есть, как минимум еще одна, может даже две идеи записи видоса с рейтингом, если вам это интересно, и вы бы хотели бы увидеть, то надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на ваш условный там лайк, да, ну и не забывайте, конечно же, также подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!